Обновлённое общежитие КФУ готово! Сессия. Страшный сон любого студента. Выбираем подарки к Новому году. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Лилия Мухамединова. В Музее Истории, в главном здании Казанского федерального университета, прошла встреча с коллегами из Казахстана. В ходе диалога проректор по внешним связям Тимирхан Алишев провёл для гостей экскурсию и небольшую презентацию достижений вуза. Он отметил, что на данный момент здесь обучаются более 430 студентов из Казахстана, а партнёрские отношения между Казанским университетом и вузами соседней страны крепнут с каждым годом. Вы знаете, что Казахстан очень активно взаимодействует с Казахстаном в целом, и Казанский университет, конечно, активно работает с Казахстанскими университетами. Сегодня более 27 соглашений различных подписано. Из них порядка 22 – это как раз университеты, с которыми у нас работают и сетевые образовательные программы, и просто обмен студентами. Порядка 430 ребят из Казахстана сегодня у нас учатся. Все ребята достаточно талантливые, очень дисциплинированные, хорошо знают русский язык по понятным причинам. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в привлечении как можно большего количества ребят из Братского Казахстана. Но сегодня мы говорили о том, что из Абайской области учатся тоже порядка 15 ребят из 430. 11 декабря после капитального ремонта полностью готова к эксплуатации общежития Казанского федерального университета номер 6, расположенная в Казани, на улице Аделя Кутуя. После плодотворной работы в течение нескольких месяцев второй дом для иногородних студентов вновь готов принять жильцов. Одним из первых его посетил Раиста Тарстана Рустам Миниханов, сопровождение лектора КФУ и членов правительства республики. Девятиэтажное общежитие на улице Аделя Кутуя было построено еще в 1976 году. За несколько десятков лет через него прошло бесчисленное количество студентов, для которых оно было вторым домом на протяжении долгого времени. 11 декабря состоялось долгожданное открытие общежития номер 6 после ремонта. Одними из первых гостей обновленные здания смогли увидеть Раиста Тарстана Рустам Миниханов и члены правительства. В сопровождении ректора КФУ Ленара Сайф на ней проинспектировали ход работы и пообщались со студентами-активистами правкома КФУ, которые в ходе беседы рассказали о проводимой среди студентов социальной и воспитательной работе, а также об условиях проживания. Хочу поблагодарить министерства Ломаке в лице заместителя нашего земляка Ария Тринадыча. Поплодируем ему. Ленарий Тринадыч, корректор. Мы видим большие изменения в университете. Так держать, так продолжать. И вам быть активными. Общежитие рассчитано на размещение в 213 жилых комнатах 600 койко-мест. В том числе есть комнаты для представителей маломобильных групп населения. В здании имеются административные, учебные и жилая зоны, места общего пользования, кухни, душевые и гладильные комнаты. Рустам Иниханов осмотрел также жилые блоки, актовый зал, читальный зал и другие помещения. Если говорить о работах, которые здесь проведены, то прежде всего это благоустройство и покраска фасадов. Для того, чтобы привести нормативное состояние и соответствие городским требованиям, мы покрасили фасад. Заменили крышу. Если говорить про внутренние работы, то полностью были заменены инженерные системы. Обновлены все системы доступа пожарной, сигнализация оповещения. Ну и конечно, если говорить о ремонте помещения, то мы полностью демонтировали все стены и полностью провели инженерку. И в такое состояние, в которое требует нормативное состояние, вернули помещение, мебелировали. Надо сказать, что каждая комната получила новую мебель, новое постельное белье. Ну и самое главное, это удобство студентов. Если ранее душ был в подвальном помещении, то сейчас душ имеется в каждом блоке. Я надеюсь, что это очень удобно. Были обновлены в том числе и места общего пользования. Домывальные, туалеты. Я думаю, что получилось красиво. И надеюсь, что будут наши студенты этим пользоваться во благо. Также Рустам Мениханов осмотрел комнату в общежитии, где проживает студент с ограниченными возможностями здоровья. Комната оборудована по всем стандартам для представителей маломобильных групп населения. Я, как мама, особенно в ребенка, хочу поблагодарить вас за возможность не разлучаться с дочерью. Да, и поддерживать... Вы как-то сестры. Да. Во-первых, я очень похожа, но второе, будет круто. Да. Да, без глазей. Да, поддерживать ее на новом этапе. Нет, нет, надо помогать. Да, ее жизненного пути. Молодец, она справится. Спасибо вам за создание таких условий, что такие люди могут учиться, достигать новых вершин, мотивироваться благодаря таким вот условиям. У вас все получится, все будет хорошо. Капитальный ремонт этого объекта был начат весной 2023 года. Работы завершены в ноябре. Стоит отметить, что это не просто рядовое обновление, а продуманная реставрация, к дизайну которой подошли со всей ответственностью. Проектом занималась команда студентов и преподавателей Института дизайна и пространственных искусств КФУ. Мы знали, что здесь живут преимущественные ребята из химического института, из института экологии, из института нефтегазовых технологий. У них есть свой бренд-бук, и он для них близок и важен. Поэтому во многих общественных зонах мы выделили именно эти цвета – природные, экологичные. И каждое общежитие, несмотря на то, что у них единый бренд-бук, они имеют свое лицо. Это вот очень было важно. Помимо того, что комнаты и общее пространство должны быть функциональными, еще они должны радовать ребят и давать им оптимизм, потому что иногда в сессию очень трудно. И положительные эмоции – это суперважно. Прежде чем приступить к активным действиям, руководство ВУЗа выбрало единственно верную тактику в таких вопросах – поговорить с теми, для кого общежитие – второй дом, а на время обучения – и вовсе первый. Среди ребят был проведен опрос, в котором приняли участие 8,5 тысяч студентов. Прошли стратегические сессии во всех институтах и студенческих советах для того, чтобы узнать мнение студентов. А именно, что необходимо улучшить. Благодаря результатам этих мероприятий, и, во-первых, выявилось, что третье, шестое общежитие наиболее нуждается в ремонте, что необходимо студентам места, которые мы увидели очень для общения, для проведения мероприятий, для работы органов студенческого самоправления. И вторая площадка в нашем университете – более 100 студенческих общественных организаций, и поэтому те площадки, которые открылись в общежитии студенческого городка, они еще используются и студенческими объединениями для их работы. С момента ввода в эксплуатацию общежития в 1976 году в жилых помещениях ни разу не проводился капитальный ремонт. И благодаря федеральной и республиканской поддержке было принято решение о масштабном обновлении здания. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Уже в середине декабря студенты высших и не только учебных заведений окунутся в мир бессонных ночей, бесчетный кружек кофе и заучивание билетов с вопросами. Одним словом, это можно назвать просто – сессия. Часто студенты сталкиваются со стрессом и тревожностью в этот период. О том, как справиться с ними, провести зимнее время спокойно и заберечь нервы, узнаете в сюжете. Сессия в университете – время интенсивной учебной нагрузки, что может стать причиной стресса у студентов. В этот период учащимся приходится справляться с большим количеством заданий, тестов и экзаменов, что может оказать серьезное воздействие на их эмоциональное и физическое состояние. Часто это сопровождается высоким уровнем тревожности, недостатком сна, недоеданием и информационной перегрузкой. Эти факторы могут негативно сказываться на когнитивных функциях. Включая концентрацию внимания, память и способность принимать решения. В результате студенты могут испытывать чувство беспомощности, апатии и разочарования, что затрудняет успешное выполнение учебных заданий. Понятно, что выучить все 5-6 предметов наизусть – это нереально. И здесь нужно включать, скажем так, определенные лайфхаки, такую, знаете, позитивную хитрость, когда ты точно, прослушивая лекции у определенного преподавателя, что-то тебе очень сильно стало интересно, что-то очень сильно запомнилось. И эту тему надо, ну, как бы, скажем так, углубиться в нее, проанализировать. И если уж совсем во время экзамена нечего сказать по тому выбранному билету, да, предложенному, скажем так, судьбой, то всегда нужно знать, о чем можно поговорить. Сессия – это не только испытание, но и возможность для личного и профессионального роста. При правильном подходе и упорстве студенты могут успешно преодолеть эти трудности, приобрести новые знания и навыки, а также сформировать основы для своего будущего успеха. Эффективное планирование помогает студентам структурировать выполнение заданий, распределить нагрузку и избежать возможной перегрузки. Социальная поддержка также имеет важное значение в борьбе со стрессом. Общение с друзьями, семьей или профессиональными консультантами может помочь студентам выразить свои чувства, обсудить проблемы и получить необходимую помощь. Необходимость поддерживать баланс между учебой и отдыхом часто недооценивается. Регулярные перерывы, физическая активность и забота о психическом здоровье играют ключевую роль в успешном прохождении сессии. Студенты должны помнить, что план отдыха – часть плана успеха. Конечно, я думаю, каждый студент спидывает стресс в выполнении сессии в той или иной степени. Я занятия посещала, в принципе, с баллами все в порядке. На самом деле нужно понять, как мы к этому экзамену относимся. Если как к напряжению, мучению, то это одна реакция. Если относиться как к драйву, как к какому-то моменту, когда ты научаешься справляться с трудностями, то это уже второй момент. Стресс в период сессии – это нормальное явление. Однако важно уметь справляться с ним. Осознание того, что стресс – это естественная реакция на высокую нагрузку, позволяет студентам разрабатывать стратегии по его управлению и улучшению своего благополучия. Валерия Карташова, Николай Суховский, Тимур Ахметов, Александр Кузнецов. Универ Новости. Новый год – пора праздничного настроения, а также любимый праздник не только детей, но и взрослых. Ежегодно в преддверии 1 января россияне вкладывают все силы в поиск подарков своим родственникам, друзьям и коллегам. О том, как правильно подобрать презент своим дорогим и близким, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. В канун новогодних праздников принято щедро одаривать не только самых близких, но и всех знакомых. При этом сюрпризы вовсе не должны быть дорогими, гораздо важнее внимания и желания порадовать приятной мелочью. Позаботиться о подарках следует заранее, чтобы в канун нового года не тратить десятки часов в очередях крупных супермаркетов. По словам заведующей кафедры маркетинга Института управления экономики и финансов Натальи Каленской, в своей актуальности не теряют книги, а именно в жанре фэнтези и кулинарии. Также в моду входят атрибуты славянской мифологии, обереги и другие особенности этой тематики. Самым популярным на данный момент подарком по праву являются предметы быта и интерьера, создающие в доме уют. Особо хочется отметить аксессуары, которые связаны с уютом в доме. Это всевозможные посуда, пледы, текстиль, свечки, рамки, все, что создает уют и атмосферу. Следующий момент – это, безусловно, все, что связано с бытовой техникой. Это умные колонки, это бытовая техника, все, что связано с всевозможными телефонами, IT. Мы понимаем, да. Но с другой стороны, я хочу отметить то, что любой подарок всегда должен исходить от человека. Если вы хотите сделать человеку приятно, нужно очень хорошо знать его привычки, его хобби, его образ жизни. Отталкиваясь от общепринятых вариантов, всегда можно проявить оригинальность и креатив в выборе подарков на Новый год. Благодаря общепринятому мнению о подарках, которые могут показаться кому-то бесполезными, люди придумали уникальный способ не заставлять своих близких ломать голову и помочь им выбрать действительно нужные вещи. С вопросом о пожеланиях мы обратились к студентам Казанского федерального университета и выяснили, что же они хотят получить на Новый год. Получить я хочу, думаю, какой-то из подарков. Из подарков это какие-то уходовые средства, какой-то крем может быть, может новый парфюм. Потому что я люблю собирать новые ароматы. И думаю, что-то новогоднее и какие-то сувенирчики, какие-то кружечки. На Новый год я бы хотел получить море впечатлений, очень хорошо провести, встретить, точнее, Новый год с друзьями. Эмоции и счастье, чтобы близкие люди были рядом. Даже не знаю, что хотел получить. Наверное, что-то не что-нибудь новогоднее. То есть это не то, что я хочу на день рождения, какие-нибудь прикольные плюшки, а что-то, что будет создавать новогоднюю атмосферу, праздник. Вообще, наверное, хотелось бы больше свободного времени, создать поскорее сессию и насладиться прекрасным временем. Новый год, на самом деле, я в общежитии живу. Очень хочется что-нибудь теплое, уютное, чтобы просто было какое-то новогоднее настроение конкретно в общежитии. Именно вся суета новогодняя, чтобы это все было дома. Вывод же напрашивается такой. Дарить своим близким стоит то, что сами считаете нужным. Ведь не существует универсального подарка, который так или иначе подошел бы каждому. Ориентироваться необходимо на желание и предпочтение, а также принимать во внимание особенности взглядов и мировоззрения получателя подарка. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости. На этом все. В студии была Лилия Мухамединова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин